здравствуйте мои дорогие и любимые с вами снова канал школа таро альвиен меня зовут карина я таролок и практик и сегодня мы с вами делаем обзор на винтажное таро 79 карт александра рэй александр рэй это очень хороший художник который как вы знаете и винтажную колоду ленорман тоже рисовал давайте открывать наши карты я их купила на лабиринте в лабиринте это у меня один из любимых таких магазинчиков да где я покупаю карты заказываю их их привозят пункт самовылаза есть даже доставка на дом в большинстве городов крупных лабиринт конечно есть у нас там в россии давайте открывать нашу коробочку довольно крупная коробочка крупные карты открывать будем и смотреть что тут есть так ну все коробочка пустая тут у нас есть инструкция инструкция ну вот например семерка мечей берущей хитростью сорванные маски до значение нежелание идти на конфронтацию поиск выхода из сложившейся ситуации с помощью махинаций ловкости хитрости находчивость изворотливость поиск неординарных решений необходимость быть начеку невыполненные обещания утаивание секретов путь наименьшего сопротивления уход от ответственности кража совет карты маленьких хитростей в подходящий момент хорошее оружие воспользуйтесь им и у вас появится шанс перевернутая карта предостережения то есть вот так вот даже инструкция сделана довольно таки хорошо мне она нравится и по крайней мере трактовки более-менее вот но давайте смотреть сами сами карты сами карты это шедевр конечно вот такая у них рубашечка также примерно выглядит как у ленорман винтажном стиле который рисовал тоже александр рей а вот смотрите как же он хорошо художник рисует вообще все же художники по-разному оформляют таро да но что ленорман что таро у этого художника мне нравится конечно очень потому что карты яркие красивые них есть определенный вот этот винтажный стиль и конечно это приятно смотреть посмотрите шут да маг ну все это еще и по-русски русский да что очень важно для многих кто живет в россии занимается таро карты на русском это важно правда и что наш художник это все делал смотрите какая жрица императрица посмотрите такая вот прям нежная и вокруг и вот это вот природное изобилие цветущие там деревья но я считаю что он очень хорошо это все изобразил император конечно это классическая колода до верховный жрец но вы посмотрите какие образы яркие прекрасные влюбленные посмотрите тут и змея и яблоки все как бы есть да причем заметьте адам предлагает и яблоко тут змея колесница смотрите строгий такой да вот он целеустремленный сила женщина с львом это классические символы но они по-своему изображены художником отшельник колесо фортуны смотрите король скоро станет бедняком да потому что колесо все равно будет вращаться справедливость повешенный посмотрите какой какие тела да вот как у микеланджело смерть так она выглядит умеренность дьявол башня звезда луна посмотрите какая а солнце смотрите солнце какое интересное у нее такое лицо классное прям подсолнух символ солнца тоже есть здесь суд мир посмотрите а туз посохов смотрите как растение до растения руки двойка вот вроде все так же как классическому таро все но рисунки свои это они такие яркие интересные прям тройка жезлов тройка посохов четверка пятерка шестерка семерка восьмерка смотрите такая стремительная да вот это вот то есть обычно человека же не рисуют на этой карте тут он изобразил типа перст указующий как вот из облака как бог может быть да или там кто-то такой так девятка десятка паш посохов посмотрите саламандра да рыцарь какой доблестный лошадь у него такая прям дама смотрите королева жезлов да и кот этот рыжий у нее подсолнухи а король смотрите какой интересный с огнем в руках но вы прям как римлянин какой-то от мечи смотрите мечи как победу какую-то до символизирует двойка тройка четверка пятерка шестерка тут прям так интересного извиняюсь запрякала пультом от телевизора шестерка тут прям так это как воспарила она что с ребенком как дева мария или как ли семерка дети помните там до описание мы читали маски дети и леса восьмерка ухты ухты сзади это кто это на восьмерке то сейчас как размахнется как казнь устроили здесь да девятка десятка паш смотрите рыцарь какой над спиной к нам на белой лошади королева он какая видите и бабочка у нее так интересно и меч и бабочка да вот ворон и король какой чернобородый такой прям глаза у него какие понравился мне этот король больше чем король жезлов видите вот кому как в каждой колоде все по-разному туз кубков двойка влюбленные такие тройкам праздник четверка пятерка шестерка смотрите дети с бабушкой играет семерка тут как третий глаз видите по-другому немножко да это все восьмерка девятка ух как он веселый такой дома сидит у него и сундук с золотом есть и выпивка и жабка сидит десятка это пашку ох как ой попку как отклячил рыцарь смотрите доблестные амурчики влюбленный едет кубок свой предлагает дама и король тут король видите какой зажиточный с кубком кого он тут давит крокодила или рыбу какую то что ли так дальше туз пентаклей моя любимая карта двойка тройка херувимы главное собрались четверка пятерка шестерка по нищему подам ну тут немножко как такая по-другому чуть-чуть да выглядит семерка восьмерка девятка посмотрите десятка семья аж какой он прям щеголь рыцарь на черном коне чуть высматривает королева ой какая дама красивая у пентаклей и король какой красивый смотрите а белая карта еще есть пустая карта ну я считаю что это замечательная колода хорошо что мы с вами ее приобрели вместе открыли все посмотрели и будем обязательно гадать сегодня на трансляции на этой колоде да трансляция на тему чувства человека к вам ну и всем пока до новых встреч тем более что встреча у нас уже прямо скоро скоро до новых встреч